Друзья, всем привет! С вами Геленджик Лайф. Мы сегодня гуляем по набережной. Отличная солнечная погода и хотим дойти до центра. Заодно покажем вам количество людей. И также покажем новую набережную, которую сделали напротив акватории. Долгое время там находился лодочный кооператив и детская парусная школа. Сейчас сделали набережную и там стало довольно красиво. Давайте посмотрим, что же там сделали. Начали мы свое движение с Толстого мыса, а именно с пляжа до Нива. Мне лично нравится эта набережная больше всего тем, что здесь отличный обзор. Здесь приятно находиться, потому что тенистое место. Здесь молодцы, что не вырубили эти замечательные сочинки. Они здесь вообще к месту растут и очень радуют многих отдыхающих. С левой стороны мы видим всю акваторию Геленджикской бухты. Здесь она буквально как на ладони. Мы видим Тонкий мыс, видим район Северный, район Сосновой рощи, наши дома. И, соответственно, мы видим центральную часть с ее песчаными пляжами, всем известными. Чистое сегодня спокойное море. В общем, настроение действительно радостное и какое-то праздничное, я бы сказал, летнее. Классно смотрятся горы. Они в такой небольшой дымке. Хотя у нас сегодня очень ясно и солнышко светило прям с такой силой, что все, кто хотел загореть, я думаю, даже более чем загорели. Много отдыхающих гулять по набережной. Все-таки уже курортный сезон в Геленджике много себе дает знать, потому что людей, конечно же, с каждым днем все становится больше, больше, больше. И самый пик сезона наступает в Геленджике. По отдыхающим это с 15 июля по 15 августа. А дальше идет пик на спад, потому что многие дети отправляются в школу и родители стараются уехать до 1 сентября. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И открыли часть набережной. Раньше она вся была закрыта. Да, мы обходили по дороге. В этом месте, где вот вы увидите эти красивые, это ЖК-акватория, красивые корабли, дома в виде кораблей. По народу их еще называют утюгами. Здесь же находится магазин магнит, магнит-косметик. В общем, здесь много кафе и различных усилийных мероприятий находится тоже немало в этом месте. Здесь тоже можно хорошо отдохнуть. Одна только сама зона. Может, мне очень интереснее сделать, да? Просто большая площадь. Просто обычная большая площадь. Но, во всяком случае, здесь на роликах отлично. Зато здесь можно пройти спокойно, не долгая друг друга плечами. С крылышками, с этими можно легко сфотографироваться. В вечернее время они подсвечиваются светодиодной лентой. Очень круто смоются. Можно даже в виде такого ангела будет выглядеть. Ну, прикольные. Вообще прикольная салфизона. На толстом мысли, вот, у нас ближе к центру тоже такие же крылышки есть. Они в первый раз появились зимой, но всем понравились, и они решили еще несколько штук таких установить. Ну и здорово, классно. Я тоже фоткала. Чем больше таких мест, тем будет интереснее людям. Да и местам тоже интереснее будет. Здесь, кстати, доходит детский парк, очень известный, потому что здесь множество людей. А далеки виднеется возле аквапарка Дельфин уже виднеются песчаные пляжи, и тоже людей немало. Совсем немало. Пляж Багамы... Пляж Багамы неглубокий. Здесь тоже отдыхать можно слегка с детьми. Есть детские зоны, огороженные как раз поплавками. И с правой стороны у нас виднеются, собственно, кафе. Цены тоже здесь указаны. Напитки от 150 рублей. Мохито. Друзья, тоже важный момент. Здесь, на пляже городского Багамы, открыли новый муниципальный туалет. Он бесплатен для тех, кто придет сюда до 18 часов. С 9 до 18 именно работает и бесплатные входы. Соответственно, вечернее время после 18 часов здесь уже будет 20 рублей. Отлично! Это большой плюс. Сделали небольшой шаг к чистому морю. Надеюсь, что их будет еще больше. Каждым разом. Потому что эта вещь необходима для прибрежного города. Кафе, который располагается на Толстом мысе, здесь, ближе к центру, фактически полная посадка. Мы видим. То есть людей очень много. Как правило, большая загруженность. Верно в том, что либо очень качественное кафе, хорошие цены, хорошие продукты. Соглашают в парк Римской империи. Друзья, мы там тоже были. Под скалочкой всплывает это замечательное место. Так что переходите по ссылке и смотрите нас дальше. Если вас интересует аренда жилья в Генжике, звоните мне на мой номер 8 928 424 8724. Я вас проконсультирую. Доступен я в WhatsApp и Viber. Так что пишите свои предложения. Я вам найду доступное жилье в кратчайшие сроки. Так что приезжайте в Генжике и отдыхайте с комфортом. Вот уже начинается территория песчаных пляжей. Здесь очень много людей. Чаще люди посещают больше. Почему-то любят песчаные пляжи. Играют в пляжный волейбол. С своими командами собираются. И проводят здесь буквально ночью напролет тоже. Красивый Генжик готов. Все готово. Все готово, все чисто. Все функционирует, все чисто на набережной. Контроль пройден. Действительно приятно нам как местным жителям уже наблюдать за то, что все благоприятно. И все функционирует. Потому что мы тоже переживаем за наш город. Хотим, чтобы он всегда был чистый. Чтобы в него приезжало как можно больше отдыхающих. Пляж называется 2019. Очень благоустроенный, хороший пляж. Много всего сделали в этом году на нем. Все для лучшего отдыха. Здесь даже можно для людей с ограниченными возможностями. На инвалидных колясках можно спокойно проехать по территории. И даже до самой береговой линии доехать по таким деревянным настилам. Это очень большой плюс. Не каждый пляж может этому похвастаться. Вдалеке виднеются переодевалки такими домиками. Видите, да? И также есть душевые кабинки. Посмотрите, как красиво. Солнышко садится уже за тонкий низ. Виднеется солнечная дорожка. Эта же дорожка отражается от этого недостроя стеклянного. Уже в самом центре. Осталось до торгового центра Геленджик буквально меньше 100 метров. Ну, соответственно, до центральной площади также. В общем, людей много. Из каждого, из каждого кафе играет музыка. У каждого эта музыка своя. У кого-то громче, у кого-то тишина играет. У людей много. У детей тоже много. В общем, все гуляют, отдыхают. Никто с собачкой не хочет в пряжный волейбол поиграть, к сожалению. Друзья, двигаемся мы дальше. Сейчас уже у нас вообще тоже центр. Центр центральный. Центральный уже некуда. Городской кровеческий музей. Сейчас перед вами. Здесь постоянно играет музыка. Постоянно здесь интересные выступления проходят. Классно. Я его слышу, но не вижу. Да? А, все вижу, да. Здорово. Буквально вон там, в далеке находится барабанчик. Я думаю, мы сейчас его поснимаем немножко. Копчик. Друзья, чего же не хватало в Геленджике тем, кто любит фастфуд? Конечно же, не хватало KFC. Скоро будет открытие. Давайте посмотрим, когда. И здесь будет у нас KFC. Очень хорошее место. Я не говорю о том, что, допустим, вредный он, не вредный. Это мы упустим. Но любителям, я думаю, что будет полезно. Потому что это конкуренция Макдональдсу. Ну и также лишние рабочие места для тех, кто живет в Геленджике. 32 тысячи в месяц плюс премия в летний период. Очень отлично. Я думаю, что нормально. Нормально. Ждем. Ждем. Хочу в KFC. Ну я могу сказать, что в Геленджике нет KFC. В Геленджике только Макдак. И, друзья, ну конечно, когда мы посещаем Новороссийск, то мы, конечно же, предпочтительно идем в KFC, если мы хотим фастфуд. Быстро здесь закончилась конструкция. И сделали вот такой вот замечательный пляж. Ну, соответственно, я так называю, что он будет закрытый. Видите, здесь платная зона. Здесь есть бассейн. Здесь можно детям покататься на фламингох. И также есть шезлонги именно с зонтиками. Соответственно, не имеем мы возможности искупаться в море. Потому что здесь, ну, камешки, там подход как такового подхода нет. Вообще, выглядит очень красиво. Друзья, мне лично нравятся такие изменения на пляже. Да и вообще на набережной в городе фактически заставляют людей приехать вновь и вновь. Особенно те, которые не были в Юнжике на протяжении там года или двух. Каждый год, мы живем здесь уже четыре года, я вижу изменения в городе. Ну, в целом, это изменения, конечно же, к лучшему. Потому что город, он становится современней с каждым годом. Появляются новые развлекательные программы, какие-то, да, действительно мероприятия проводятся. Вообще, конечно, интересно все. Интересно. Друзья, мы сегодня вам показали наберу немножко с другой стороны. Показали то, какие изменения на ней произошли. Ну, и хотим попрощаться с вами на фоне новогодней елочки. Всех с Новым Годом! С вами был Геленджик Лайф. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наши новые видео, если вы этого еще не сделали. И всем хорошего отдыха в Геленджике! Пока! Привет из Геленджика! С природным сезоном 2019! Ура! Шампанское тащи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...